Всем привет! Меня зовут Инстантин Устьянцев. Вы смотрите «Свободный лёд» — шоу «Хоккейная жизнь». Мы говорим и показываем этот вид спорта для того, чтобы сделать его ближе к вам. Наш сегодняшний гость является одним из самых титулованных игроков континентальной хоккейной лиги. Чемпион мира среди молодежи в Баффало, чемпион мира с основной командой в Минске, олимпийский чемпион Пьёчхана. С этого сезона он является капитаном хоккейного клуба «Трактор». Я думаю, вы поняли, о ком идет речь. Это Сергей Калинин. Мы задали Сергею наши вопросы, а также те, которые вы адресовали посредством наших социальных сетей. Ну а сейчас предлагаю посмотреть, что из этого получилось. «Свободный лёд» — Сергей Калинин. Мы начинаем. Сергей Калинин. Уроженец города Омска. Ему 29. Он является заслуженным мастером спорта. В межсезонье подписал двухлетний контракт с «Трактором», став капитаном команды. Калинин по праву считается одним из самых титулованных игроков лиги, пройдя стремительный и при этом яркий путь от молодежной сборной до основной, завоевав медали высшей пробы как на чемпионатах мира, так и на Олимпийских играх. Причем два финала с его участием вполне могут лечь в основу остросюжетного фильма. Речь идет о невероятном камбэке молодежки в Баффало в матче против канадцев и чудесном спасении на Олимпиаде в поединке с Германией. Счастье на краю пропасти не иначе. На клубном уровне Калинин, несмотря на то, что не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, на протяжении двух лет выступал в сильнейшей лиге мира, защищая цвета Нью-Джерси Девилс и Торонто Мэйпл Ливз. В рамках континентальной хоккейной лиги Сергей дважды становился чемпионом страны в составе ЦСКА, а также обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ Калинин провел 436 матчей, забросив 64 шайбы, сделал 73 передачи. В прошлом году входил в топ-30 самых высокооплачиваемых игроков лиги, награжден Орденом Дружбы. Сергей, рады приветствовать. Как тебе Челябинск? В принципе, я из похожего города родом, поэтому ничем таким особенным не удивил и не разочаровал. То есть я, в принципе, и до этого приезжали, играли, поэтому знал, от чего ожидать. Ну, отличный город, мне нравится атмосфера, все спокойно, без кипиша, есть куда сходить, есть где поужинать и погулять, поэтому все хорошо. Ну, то есть два промышленных города, таких мегаполиса, это Омск и Челябинск, похожи, но они еще и хоккейные города. Вот лично ты как идентифицируешь понятие хоккейный город? Приезжаешь, понимаешь, допустим, ага, это хоккейный город. Ну, наверное, потому что это все-таки не Москва. В Москве, как бы, там людям не столько интересен спорт, потому что там много всего есть, есть куда сходить, много развлечений. Вот именно в Омске и в Челябинске там нет таких массовых развлечений, да, есть только там сердце города, это хоккейная команда, поэтому они в этом плане похожи. В межсезонье ты оказался в тракторе после звонка Анвара Готиатулина. Как все было изнутри, о чем был этот разговор? Ну, тренер позвонил, просто поговорили там, ничего там, вот такого секретного не было. Он спросил, что я думаю по этому поводу, хотел бы я, он объяснил мне, если так случится, там, объяснил мою роль в команде, там, что он хочет от меня, я что бы хотел видеть. Ну, то есть, потом там прошло там три месяца, потому что я был игроком другой команды, они там тоже не расторгали контракты и вообще как-то непонятно было все в подвешенном состоянии. Ждали бы клуб, да, меня там расторгнуть, не расторгнуть, это все, это было настолько, ну, сложно. И я рад, что там Челябин все-таки, ну, дождался там, то есть, дотерпел, и, ну, я смог подписать здесь. То есть, лично внутри себя, когда поговорил с Анваром Рафаиловичем, насколько быстро принял решение, то, что стоит ехать? Ну, я хотел играть, как бы, это не секрет, то есть, я в последние два года, ну, была не совсем, как сказать, ну, играл не столько много и не на тех позициях, которые я бы хотел, как нападающий, то есть, там, я хочу забивать голы, играть, там, в ключевых моментах и в большинстве. И последние два года я выполнял другую роль в команде, что, в принципе, ну, дало результаты команде, там, и, в принципе, мы выиграли кубок, завоевали, там, два чемпионства России, там, здесь свою работу я выполнил от начала до конца, я считаю, и, ну, там, я не знаю, каких-то там вопросов от руководства или, там, тренерского штаба ко мне, думаю, быть не может. Но случилась ситуация, там, с потолком, и, ну, клуб вынужден был, наверное, там, принимать какие-то решения и, там, избавляться, там, от дорогих игроков, там, или, я не знаю, как это там. Но ты говоришь сейчас развернуто про количество, в том числе, игрового времени, айстайм. В СКА и ЦСКА средний айстайм у тебя был 14,5 минут. Сейчас, на старте сезона, ты получаешь 17,5, плюс ты постоянный игрок спецбригад, как большинства, так и меньшинства, ну, и, соответственно, айстайм, который конвертируется в заброшенные шайбы результативной передачи. В прошлом сезоне ты набрал после 57 матчей 10 очков, сейчас у тебя уже 7 очков по истечении 13 поединков. Ну, здесь, как, там, я не говорю, что там плохо или хорошо, там, когда ты играешь, если ты выполняешь, там, роль, которую тебе отводит, там, тренер, и, в принципе, команда нуждается именно в таком игроке, там, в данный момент. Ты просто, ну, делаешь свою работу, и если ты дает результат, то это хорошо всем, и не только, там, игроку, и, там, тренерскому штабу, и руководству. То есть это общий клад в победу. Мы говорим, там, о хоккейном, а хоккей – это командный вид спорта, а не, там, индивидуальный, там, мини-боксеры, там, или ничего. Поэтому, там, я, то есть я этому не стыжусь, там, там, 10 очков, ну, при том, что, как ты можешь любого игрока использовать, там, так же эффективно, там, раскрыть его, там, хорошую сторону, так же ты можешь его, и, там, скажем, если неправильно использовать, ты можешь его, там, и загубить, и так далее. То есть здесь такой очень, ну, тонкий момент, и больше идет психология тоже, ты должен сам с собой смириться с этим, ну, что, как бы, там, там, я никогда, там, не был, там, игроком, там, четвертого звена, да, я немного забивал, там, никогда такого не было, но всегда играл, там, первым, вторым звене, и, там, выполнял свою, там, задачу, которую, там, требовали, там, поэтому, ну, я не знаю, сейчас, ну, я получаю время, я стараюсь его отработать, то есть, что, чтобы видели, что это я не зря получаю, то есть, стараюсь, там, каждый эпизод игры до конца, и, в принципе, каждую игру я играю на максимуме. Ну, то, что Сергей Калинин полезный игрок более чем, мы с этим спорить, конечно же, не будем, поскольку за него говорят регалии, и те моменты, которые он отрабатывает на совесть, видят, в том числе, болельщики, которые приветливо встречают его во многих городах на карте континентальной хоккейной лиги, и мы прекрасно понимаем, о чем сейчас идет речь относительно того игрового времени, которое конвертируется, опять же, в полезность, не всегда выражаемую в голах и передачах. Ну да, людям сложно, допустим, я понимаю, у меня там и дед иногда звонит мне и говорит, что ты там ползаешь по полю. Где шайбы забиты? Да, что ты шайбы не играешь, там, но здесь тоже очень сложно, потому что, там, как игрока выпускают, в какие моменты игры, в зоне обороны, в зоне атаки и так далее, это очень много, ну, там, много должно быть случиться, и она вроде работа невидимая, ну, там, для обычного болельщика, да, но она полезная, то есть, и я просто за то, чтобы не преуменьшали достоинства игроков таких, там, разноплановых, или, там, игроков, которые делают именно только эту работу, там, именно черную работу, как его называются, да, ничего стыдного нет, из-за этих складываться ты не можешь иметь, там, в составе, там, 30, там, капризов или овечкиных, ни один клуб так не выигрывал. Тебе нужно, чтобы кто-то, там, и под шайбу садился, и силовые приемы применял, и, там, как-то менял ход игры, там, и так далее, то есть, этому очень много, там, но, поэтому... Хорошо, ты приехал в Челябинск, зашел в раздевалку, многие из парней в коллективе были для тебя, ну, вновь знакомыми, многих ты знал по игре, и как происходила процедура выбора капитана? Я знаю, что во многих коллективах происходит так называемое «тайное голосование», как происходило все в этом межсезонье в Челябинске? Как получилось так, что Сергей Калинин получил капитанскую нашивку? Ну, здесь у нас не было, как бы, голосования, просто тренер объявил, что капитаном в этом году буду я, и ребята подержали, там, то есть, все было просто, ну, как я имею в виду, не было ни голосования никаких, и там, там, чего-то еще, просто, что тренеры, там, тренерский штаб, руководство, то есть, они объявили руководству, и все эту идею поддержали. Капитанство. Ты неоднократно капитанил во многих командах. Обязывай дополнительно к чему лично тебя. Может быть, дополнительная ответственность, иногда она, может, и мешает, иногда, наоборот, подстегивает, то есть, ты должен заводить себя, заводить партнеров, когда игра идет, там, не в том направлении, в котором нужна, там, команда, и, наверное, вот эта ответственность, она, ну, по-разному может влиять и на игрока, на его игру, и, там, то есть, я, в принципе, там, даже, когда не был капитаном, и, ну, всегда, там, старался, и, там, заводить ребят, там, и в раздевалке быть, там, каким-то, ну, там, парнем, который, там, может, там, и пошутить, и посмеяться, там, и где-то сказать, когда-то нужно, там, правильные вещи, там, ну. В прошлом году ты входил в тридцатку самых высокооплачиваемых игроков лиги. В этом сезоне, с учетом, опять же, потолка зарплаты, которым ты скользко упомянул, и прочих моментов аппетита финансовый поубавились. Это как-то дополнительно влияет на твое настроение внутри, что получать меньше? Как все происходит? Да нет, у меня нет с этим, на самом деле, проблем. Просто чем раньше каждый игрок, там, поймет ситуацию вообще, какая происходит и в мире, и, там, в КХЛ, и с потолком, и чем быстрее ты ее поймешь, тем легче тебе будет играть дальше. То есть у меня нет такого, что, там, я сейчас получал меньше, там, получал больше, сейчас получаю меньше, и, соответственно, работать должен меньше, там, или играть, там, в половину меньше, чем, там. То есть такого нет, и чем быстрее, я говорю, чем быстрее каждый адаптируется к происходящей ситуации, что, ну, на данный момент и сейчас будет именно так, и будет легче всем. Но профессионалы должны получать деньги, профессиональные спортсмены. Ну, они получают. Хорошие деньги? Хорошие деньги. Но когда просто многие принижают их заслуги, говорят, потому что много слишком получают в отношении кого-либо. Ну, тут сложно, как бы. Я не знаю, как это, там, допустим, комментировать, потому что... Нет, ты сейчас скромничаешь, Сергей. Знаешь, почему? Потому что, когда Флойд Мэйвезер, допустим, один из самых высокоплачиваемых спортсменов мира, борется за каждый, условно говоря, фунт стерлинга, или доллар, или евро, он совершенно оправданно говорит о том, что я трачу свое здоровье. Нет, я с этим согласен. Здесь я и не говорю, что там... Хоккейный век, он на самом деле очень короткий, и хоккеист там... У него есть... Я читал интервью, мне кажется, Андрея Назарова, Андрея Викторовича, что он говорил, там, буквально, хоккеист получает, там, лет 7 всего, там, от 25 лет хоккея, сколько он там занимается, он всего 7 лет получает деньги. И за эти 7 лет он должен заработать все, что он... Чтобы ему хватило ему, его семье, детям, там, родителям на всю жизнь. И они все, ребята, продают свое здоровье, свое, там... Ну, во-первых, здоровье, его никто никогда больше не компенсирует. Там, эти все, там, ушибы, травмы, эмоциональные где-то, там, переживания, да, это тоже, как бы, ну, дает о себе знать по итогу, то есть, ты, там, у тебя, там, сбиваются режимы, ты не спишь, ты переживаешь, там, за то или иной, там, в случае в игре, там, или, там, вообще, в принципе, за ситуацию в команде, там, команда проигрывает, это все... Ну, если ты нормальный, там, милерок, который профессионально относится к делу, то ты будешь за это переживать. Тут нет такого, что, а, в следующий раз, там, будет по-другому, это не будет. И, ну, я с ним полностью согласен. И я тоже, как бы, ну, всегда, там, за это, то есть, если человек выполняет работу, почему он не должен за это получать деньги? Финансы и здоровье. Такие два базиса. И в марте этого года случилась ситуация, которую до сих пор потрясает мировое сообщество. Я говорю сейчас о коронавирусной инфекции, которая вмешалась в том числе в планы многих спортивных организаций, включая континентальную хоккейную лигу. Она повлияла и до сих пор вносит свои коррективы в так называемый процесс. И процесс этот неизвестен, когда вновь встанет на круги своя. Скомканная подготовка трактора, не до конца пройденная предсезонка, как-то отразилась на старте регулярки по твоему личному мнению? Я не скажу, что у нас получилась скомканная предсезонка. Хорошо, что все ребята переболели после уже основного цикла сборов. И все получили нагрузку, которую планировал тренер. То есть у нас полтора месяца практически не было случаев заболевания. Поэтому мы прошли полностью цикл пятинедельный. Да, у нас не получилось сыграть много игр на предсезонном турнире. Ну, не знаю, плохо ли ты и хорошо, но я, в принципе, всегда там всю жизнь сколько там и играю. У меня так получалось, что я играл всего 3-4 игры на предсезонном турнире и все, и входил в сезон. В континентальной хоккейной лиге проходит тестирование игроков раз в 5 дней, насколько я знаю. Проходит тест, сдаете? Да. Насколько неприятная процедура? Да, уже привычно. Это как бы как позавтракать, поэтому утром приходишь, тебе быстро все делают. Вот у нас тут женщина, которая принимает у нас анализы, она практически одна и та же, поэтому она уже и игроков знает, и мы уже сколько раз, я даже не знаю, сколько раз мы сдаем этот тест. Тест-анализ по методу ПЦР, я правильно понимаю? То есть мазок. Да. Перед тем, как побеседовать с тобой сегодня, мне пришлось пройти данную процедуру. И, знаешь, на приятную умал, скажу тебе. Ну, это первый раз, может быть, потом уже привыкаешь. Это точно. Игроки болеют, восстанавливаются, то есть как в коллективе, нет ли какой-то, знаешь, дополнительной брезгливости? Все-таки разные люди, и все-таки один переболевший, знаешь, еще неизвестно, есть ли антитела, насколько они устойчивы, и наука не доказала. На самом деле, это правда там, что не очень все понятно, то есть мы все вместе находимся там каждый день практически, мы там и моемся, и тренируемся, и так далее, и общаемся, там практически все друг с другом общаются. Кто-то болеет, кто-то нет, и здесь, если переживать за это, постоянно приходить на лед и думать, что ты сейчас заболеешь, то уже с ума сойти, мне кажется. Поэтому здесь на самом деле нет никакой там ни у кого паники, все стараются там по максимуму заботиться о себе, там, да, какие-то там профилактику делать, там, элементарно руки мыть, там, или маски носить, где они нужны. Поэтому тут мы делаем все, что от нас зависит, а тут уже как заболеть можно хоть где, а тут он уже такой вирус, он везде. Итак, пришло время ответить на ваши вопросы, уважаемые дамы и господа, которые вы адресовали нам посредством социальных сетей в группе ВКонтакте и в Инстаграме. Сергея, кстати говоря, официально нет ни в одной из социальных сетей, в каком плане? В том, что если он там и есть, Серега, насколько я понимаю, у тебя страница закрыта. Да, они только для близких людей. Правда ли то, что капитанами трактора становятся исключительно люди с фамилией Калинин? Сергей Калинин. Пока что, да. И Дмитрий Калинин, я напомню, был предыдущим капитаном нашей команды. Как вообще в команде приняли, как тебе новые ребята, с которыми ты еще не был знаком, и в частности легионеры, как себя ведут, веселы ли они? Да, на самом деле проблем не было с адаптацией. Несколько ребят я знал, против многих играл, поэтому заочно все друг друга знали, и такой проблемы с общением в команде нет. Иностранцы, ну да, веселые есть, то есть они открыты к общению, что не скажет странно, но по большей части, сколько иностранцев я знал, они более такие, более замкнутые, и они своей кучкой там всегда варятся. И здесь как бы ребята, они стараются общаться со всеми, то есть на разные темы, несмотря на то, что это английский. То есть, в принципе, проблем с общением ни у кого нет. Сергей, ты как капитан должен поддерживать определенный эмоциональный фон в команде. Вот кого тебе уже пришлось неоднократно осаживать, остужать пыл, были ли такие случаи, когда нужно было кого-то, знаешь, так утихамились, котят, стынь, чувак, все в порядке? Да нет, на самом деле тут в принципе нет никакой диктатуры у нас, то есть все наоборот шутят, какой-то позитив в раздевалке там особенно, он всегда приветствуется, то есть наоборот я там прошу от ребят, чтобы они больше давали там эмоции друг другу, то есть и на лавке, и в раздевалке, то есть, конечно, негатива там быть не должно быть, и стараемся по максимуму это как сразу же пресекать. Какое событие ты запомнил на всю свою жизнь, было ли такое, может быть, помимо хоккея? Ну, много на самом деле событий, и это хорошо, если что, если вспомнить, не помимо хоккея, в хоккее, то есть, ну, я даже сейчас не смогу так это сказать, какое-то одно конкретное. Хорошо, какую команду ты считаешь самой сильной и самой слабой, ну, видимо, в континентальной хоккейной лиге? Опять же вопрос такой, провокационный, сейчас все команды могут преподнести сюрприз, и даже играя там, команда играет на последнем месте против первого места, ну, там, неизвестно, чем матч может закончиться, там, поэтому из этого и складывается, что интересный чемпионат. Как прошла адаптация на Урале? Правда ли, что в Челябинске люди намного добрее, нежели, чем в Москве? Наверное, да, но, опять же, тоже спорный вопрос, смотря где. То есть, сколько мы общаемся, там, с девушкой, там, мы своей ходили, там, в рестораны, в магазины, там, есть, да, очень такие приятные люди, которые, там, всегда, там, здороваются, там, где-то, там, узнают, спрашивают, как дела, а есть, которые просто, ну, то ли не рады видели, то ли что-то еще, как бы так. Наверное, после проигранного матча. Может быть, да. Как тебе новый фирменный стиль трактора и, соответственно, новая форма, в которой играет команда? Ну, смело было поменять логотип, потому что мы так всю жизнь играли против трактора, там, и, начиная, там, с сеньорских лиг, там, и всегда был один логотип, а сейчас, там, другое, это было смело, и я думаю, что болельщикам, ну, понравилось, я не знаю, не читал отзывы, там, я думаю, что им понравилось, и кому не понравилось, я думаю, нужно просто время привыкнуть к новому логотипу, потому что даже, когда я увидел, первый раз, когда мы презентовали майки, я его увидел, и не сразу понял, что нарисовано, как бы, потом уже, как бы, привык, посмотрел с далека, и, как бы, стало очевидно. Есть ли у тебя кумир, на кого ты хотел быть похожим, допустим, с самого детства? Нет, были, они по ходу карьеры, они менялись, и сейчас, то есть, сначала это были кумиры из хоккея, там, сейчас уже, там, есть даже не кумиры, а просто люди, которые, там, стимулируют, не обязательно должен быть хоккейный игрок, и, там, и актеры, там, и, там, в политике есть какие-то, ну, поэтому тут каждый выбирает себе своего. Правда ли то, что в свое время, будучи игроком Нью-Джерси Девилс, твоя бабушка переживала то, что ты играешь за дьяволов? Правда, правда. Она мне говорила, что, говорит, я даже молиться не могу за тебя, потому что я не могу правильно команду твою произнести. Сергей, сколько клюшек сломали за свою хоккейную карьеру? Ну, здесь я бы, наверное, взял средний показатель. За сезон сколько меняешь? Плюс-минус? 25-30, наверное, так, где-то, примерно. Так, то есть, примерно по две, по три клюшки в месяц? Ну, да, плюс-минус. Если не хоккей, то что? Какой вид спорта, видимо? Чем увлекаетесь? Может быть, в Челябинске уже ходили на баскетбол, волейбол? Нет, не удалось сходить ни на баскетбол, ни на другой вид спорта. Может быть, баскетбол. Может быть, да. Не знаю, нравится мне. Как-то... Трешки, данки? Ну, да. Может быть, баскетбол. Я думаю, что как бы никогда не думал об этом, но, возможно, если бы не хоккей, то баскетбол. Или учился бы хорошо. Может быть, когда-то у тебя была возможность рулить настоящим трактором? Нет, не имел удовольствие. Есть желание? Может, я бы попробовал. Сергей, вспомни, расскажи о своих хулиганских и смешных поступках в детстве. Наверняка есть что вспомнить, особенно в годах детско-юнической спортивной школы. Да я даже не знаю. Тут многое незаконного делали. Поэтому я даже не знаю. Такое хулиганство было. Так вот даже не вспомнить. То, что могу рассказать. Ладно, хорошо. Сколько весит золотая медаль олимпийская? Взвешивал? Не взвешивал. Я думаю, где-то полкило-то весит. Точно. Спрашивают также, где хранишь. И правда ли, что она из чистого золота? Здесь такой какой-то уже неспортивный интерес проявляется. Нет, но она, я так думаю, что она не из чистого золота, но покрыта золотым опылением каким-то. Я не знаю, сколько там миллиметров. Но она достаточно тяжелая, весомая. Храни, не скажу, где. Судя по вопросу. Лучше не говорить. Сергей, знаем, что увлекаешься единоборствами. И бывал даже на одном из московских турниров UFC. Есть ли какие-то, может быть, у тебя предпочтения по бойцам? ММА или бокса, кикбоксинга? Я не скажу, что я там какой-то фанат прям дикий. Да, мне нравится смотреть бои UFC, либо бокс. Ходил пару раз и в Америке ходил. И да, в Москве удалось зацепить. Так чисто любитель. Смотрю со стороны. Никого-никому не советую. Это как имеется в виду? Я ничего не знаю про него. Просто мне нравится смотреть. Я бы удалось сфотографироваться с Хабибом на арене. Поэтому все, что я знаю про бокс и про вообще единоборство. Хорошо. Какой бы совет дал на будущее маленьким хоккеистам, которые сейчас играют в спортшколе и вообще делают первые шаги в этом виде спорта? Тренироваться. Слушать тренера. Не слушать никого. Что ты что-то не можешь. Все. Все, ты можешь. Будь уверенным. И кайфовать от хоккея. От травм в таком жестком и контактном виде спорта, как хоккей-шайбой, никто не застрахован. Наш герой в 2015 году рисковал как минимум больше не выйти на площадку. Будучи игроком «Авангарда», выступающего в первом раунде плей-офф против Бориса, Калини неудачно для себя столкнулся с защитником казахстанцев Романом Савченко. Рухнул на лед, ударившись головой, после чего был оперативно госпитализирован в ней травматология и ортопедия, где ему был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма», сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы, судорожный синдром. Визуально наблюдать все то, что случилось в том игровом эпизоде, страшно. Многие спортивные СМИ даже окрестили этот момент как один из самых страшных по части нанесений травм в истории континентальной хоккейной лиги. На удивление, сам Калинин достаточно быстро пришел в себя благодаря запасу эмоционально-волевого ресурса для преодоления посттравматического стресса. Он вернулся, как ни в чем не бывало, и с иронией вспоминает все то, что едва не стоило ему карьеры и, возможно, жизни. В этом году, 5 лет, с того самого момента, который произошел на матче в Астане, в нынешнем городе Нур-Султан. Страшная ситуация. Я посмотрел видео, причем неоднократно, и могу сказать, что у меня такой холодный пот меня пробил. Наблюдать со стороны просто ужасно. Как было там внутри в ситуации? Не, ну я видео тоже разочек посмотрел, больше его не видел. Ну, опять же, это игровой момент. Там никакой грубости не было. И Савченко, который нанес эту травму, он приходил в больницу ко мне. Я знаю, что он там... Ну, было такое, что он как-то чувствовал вину, но это игровой момент. Я сам полез туда, куда он как бы не должен был там лезть. И это чисто случайность. Там слетел шлем. Это все должно быть... Сошлось так, как это... Ну, как... Может быть, не должно было зайти. Может, и... Не знаю, очень все так... Ну, был удар, и было, и слетел шлем. То есть это все, что как бы... Я не знаю, как все это сказать. За твою жизнь боролись нейрохирурги. То есть такая, знаешь, ситуация на грани. Ну, нет, это... Пусть это громко сказано, но сам факт того, что это черепно-мозговая травма. Ну, на самом деле, видео, да, оно может быть где-то страшное, да, там жуткое и так далее. Но на самом деле было не все так... Ну, плохо там. Я, да, пролежал там два дня в реанимации, как бы, но... У меня не было ни ухудшения там здоровья, ничего. То есть меня просто понаблюдали. И я попросил телефон уже... Когда я очнулся там в больнице, я попросил телефон. Меня везли там на каталке, там, или в лифт поднимали, я уже там не помню. Типа, дайте позвоню родителям, потому что там я понимал, что дома у меня... То есть я пришел в сознание, у меня не было там... Никаких там, не знаю, зайчиков, никто ничего не прыгал. То есть я спокойно пришел, как сейчас там в сознание, говорю, дайте мне телефон, потому что я должен позвонить домой. Потому что там я понимаю, что там истерика у меня даже, ну, как-то... Я сразу понял, что получил травму, что она там какая-то серьезная, раз я в больнице оказался. Потому что момент там от сольда до больницы я не помню. И я позвонил домой, там, естественно, слезы, там, мама, там, бабушка, все переживают, там, я говорю, все в порядке, все хорошо, не переживайте. То есть я, ну, я нормально, я живой, там, все хорошо. То есть меня поместили на два дня в реанимацию, команда улетела в Омск. После реанимации как раз была седьмая игра, болельщики там в Омске сделали прям, ну, наверное, момент, который там, один из таких моментов, которые я никогда не забуду в жизни, там, да, я смотрел это все там с телефона. И то, что они сделали, там, у меня были просто слезы на глазах, но что так, там, это восприняли, что так переживали, как бы весь Омск, как бы, реально переживал, там, и плакаты, и все эти, поддержка, там, и игроки, ребята, то есть это все было, там, не скажу, что оно того стоило, но... Но до мурашек. Это момент, да, такой, который очень, ну, запомнится. Насколько сложно, получив такую травму, психологически пройти вот этот вот, перешагнуть барьер и вновь выйти на площадку, получать столкновение? То есть был ли какой-то, знаешь, такой сложный момент, через который пришлось переступить, или же нет? Нет, я пытался еще попасть на чемпионат мира, потому что мне звонил, ну, в больницу мне позвонил буквально сразу же, как только меня перевели в палату, мне позвонил Олег Валерьевич Знарок. Типа, ну, как там дела? Я говорю, да, все хорошо, типа, я еще сыграю на чемпионате мира, если вы, там, меня пригласите, он говорит, смело. Будешь, типа, здоров, типа, ну, обязательно, там, попробуем, почему нет, как бы, и я пытался, там, вернуться, то есть мы созванивались с ним после того, как я уже выписался из больницы, то есть прошел, там, курс лечения, то есть, во-первых, ну, там, врач-врач, там, спасибо врачам в Омске, которые, там, доказали, там, что это, там, третья степень просто тяжести сотрясения, там, не черепно-мозговая травма, то есть, там, и по снимкам, там, ну, это все, это медицинские эти все дела, да, но то, что я хотел, там, да, попасть на чемпионат мира, и то, что мне дали, как надежду, что это возможно, может быть, и это и дало мне, там, такое, там, быструю, как, быструю реабилитацию, поэтому, ну, что-то и был такой толчок. Ну, то, что там сталкиваются и так далее, ну, это уже время прошло, и, как бы, это такая же травма, как у других ребят. Но там не прошло и годы, ты уехал в НХЛ, и случился, так называемый, хэт-трик Горди Хоу. Ты наверняка помнишь, что это такое. Это гол плюс пас, плюс хороший мордобой. Драться, вот, после таких травм, не страшновато? Я вот к этому не отношусь, как-то так, к какому-то, там, супертяжелой травме, там, и у нас ребята, там, получают травму каждую игру, там, и во многих командах, поэтому здесь просто видео такое жесткое, поэтому оно, наверное, такой отпечаток наложило на всех, там, кто вспоминает эту травму. А так, по самочувствию, там, тьфу-тьфу, все. До прихода в хоккей, насколько я знаю, что ты в 7 лет, тебя в секцию привела бабушка, ты занимался кикбоксингом, ну, занимался кикбоксингом, громко сказано. Но, тем не менее, тяга к единоборствам, насколько я понимаю, тебе привит из самого детства. Определенного рода. Ну, определенного рода возможно, но, я говорю, там, был больше так ОФП, пару раз там били в груши, там, какое-то соревнование было один раз, ну, я там, получил там по носу, поэтому я больше, как бы, по-моему, не занимался, и меня сразу как-то так мама, 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 там, с бабушкой на семейном совете, там, типа, это, не хочешь попробовать другого в спорте? Ну, давайте. Я не хотел еще идти в хоккей. Больше как заставили, там, типа, иди попробуй, но нет, нет, почему нет, там, 7 лет, дороги все открыты, делай, что хочешь, как бы, попробуй здесь, попробуй здесь. Ну, попробовал, понравилось, до сих пор нравится. Ты один из самых титулованных игроков континентальной хоккейной лиги. За твоими плечами, помимо того, что на молодежном, том самом, памятном для многих чемпионате мира Баффало, был, ну, один из самых потрясающих камбэков, наверное, вообще в истории мирового хоккея. Такое, я думаю, запоминается на всю жизнь. Помимо этого были кубки, в том числе внутри страны, и на мировой арене это олимпийская золотая медаль. Здесь твои заслуги, ну, переоценить крайне сложно, практически невозможно. И насколько скромно ты подходишь вот к своему бэкграунду, который делает из тебя Сергей Калини, того самого капитана, нынешнего трактора. И как же скромно ты об этом говоришь? Никогда не задумывался о том, что действительно очень мощный толчок, во-первых, дал тебе Баффало, далее отличная карьера в континентальной хоккейной лиге, NHL, и после олимпийская золотая медаль. Я думаю, когда я закончу со спортом, подумаю об этом, наверное, более так детально, потому что сейчас, ну, нет времени об этом, как бы, думать. Ну, там были, там, две недели или сколько, там, после, там, этих побед, там, всегда есть время отдохнуть и отпраздновать, но потом тебе надо возвращаться к работе, иначе можно не вернуться оттуда вот этих празднований. Поэтому, как бы, я не стараюсь не останавливаться на каких-то вот этих, ну, моментах, которые, да, они запомнились, и запомнятся на всю жизнь, и я буду рассказывать, и вспоминать, и смотреть эту игру, там, любую, которая там была. И все эмоции буду вспоминать, там, с ребятами, с тренером могу, там, вспомнить, там, или поужинать, сходить, или, там, созвониться, там. Мы до сих пор общаемся из разных команд со всеми ребятами, то есть, и вспоминаем, там, и те моменты, там, и в Баффало, и в Минске, там, на чемпионате мира ИН, и в Олимпиаде, и в ЦСКА. Поэтому тут любая победа, она, она приятная, но она, это уже история, как бы, тебе надо быстрее возвращаться к реалям, там, и делать дальше, там, свое дело. Олимпиада, остается две с небольшой минуты до конца, я думаю, понимаешь, в чем я тебя сейчас прошу. Какие вот тогда в тебе эмоции бурлили, вот о чем думает человек, который попадает в такую ситуацию, на скамейку штурфников, я об этом, и все на такой тонкой грани и нити, и вершится история, что в твоей голове тогда было? Я просто, мы, кстати, разговаривали с Олегом Варенишевым, с Рокомом об этом, он там посмотрел игру, это уже, наверное, летом было, он посмотрел эту игру, типа, и сказал, ну, вроде как, удаление, может, было, может, и нет. Ну, там, ну, типа, я чувствовал его взгляд просто, когда я залез, то есть я, там, сделал этот, применил силовой прием. Считаю, что было это нарушение, наверное, нет, ну, не в финале, там, не в финале Олимпиады, не за две минуты до конца, там. Ну, когда я, там, сел на скамейку, и мне, там, судья говорит, типа, ты на лавку, на штрафников, и я чувствую, что взгляд, то есть, тренера. Да какие мысли, да никаких мыслей, я просто, ну, ехал, и все просто, пустота была, ну, тут конец, как бы. Ну, то есть, такие игры, они, ну, обычно заканчиваются, ну, поражением, и поэтому это была последняя, то есть, капля, что все. То есть, я ехал с такими мыслями, там, сейчас говорить, там, я верил в команду, там, и до конца, там, но это будет неправда, и нечестно, как бы, я знаю, что, ну, лично мое было, что все, потому что, во-первых, удалился я, там, две минуты до конца матча, и мы проигрываем, то есть, такие игры, они больше не вытаскиваются, это опыт, это, ну, любую игру можно взять такую, и то, что там сотворили ребята, там, в конце игры, там, ну, наверное, памятник надо поставить, там, поэтому, опять же, тренерское чутье, потому что, ну, там, тренер выпустил игроков, которые не должны были играть в меньшинстве, но он выпустил, и они забили гол, и это тоже, как бы, своего рода, сейчас уже многие там говорят, если бы не удаление, наверное, бы и не выиграли бы, но я тогда, конечно, перетрухнул, и у меня просто, ну, у меня не было никаких мыслей, я просто думал, ну, все. Ну, отлично, на контрасте, зато какие эмоции. Да, и потом, я на этой волне, когда, там, гусь забил гол, я плечо, и, как бы, там, дор-дорвал, там, сказать так, чтобы на эмоциях я вспрыгнул быстро, там, резко руки поднял, у меня оно ушло, и все, я ушел в развивалку, там, и когда я пошел в развивалку, смотрю, там, еще играть в меньшинстве, там, там, еще минуту я, мы бы отстояли, поэтому, это такое, ну, тоже, это один из таких моментов, который тебе запомнится на всю жизнь, ты его будешь помнить, потому что это такой яркий отпечаток. Суеверие. Вообще, хоккеисты, народ суеверный, об этом мы часто говорим, мы, кстати, знаем об этом, не понаслышке. Ты суеверный человек? Ну, я думаю, что, как и любой спортсмен, это не только хоккеисты. Какой ты лист? Ну, я не буду говорить о своих ритуалах, там, каких-то, но они, конечно, есть, там, ну, это лично мое, там, какие-то, там, моменты, но они не такие, там, глобальные, там, это не то, что, там, там, три раза руки помыть или что-то еще, нет, как бы, это чисто мое, там, там, в мои, там, какие-то загоны, и когда, если ты в них веришь, там, что они приносят именно тебе, там, там, какой-то результат, ну, конечно, не всегда, то есть он может за ним приносить. То есть ты делаешь одно и то же, я же не каждую игру забиваю головой. Поэтому тут это, может быть, да, и когда ты во что-то веришь, оно тебе, может, помогает. Ну, хорошо, номерология и цифры на твоих джерси периодически меняются. Вот начинал ты под 17-м номером, далее был 40-й, также 21-й, 51-й и 15-й. С чем связан вот такой вот, знаешь, ну, скажем так, набор номеров? Если кто-то начинает играть, допустим, под 10-м, он всю жизнь играет под 10-м, у тебя такой разброс. Почему? Почему 40-й, в конце концов? 40-й выбрал сам, потому что, вот, последний, не последний, крайний, это я выбрал сам, то есть 17-й номер я выбрал сам, когда я был маленький, там, было там по 10 лет, я тоже выбрал сам, потому что это день моего рождения. А все остальное, все вот, 21-й я выбрал сам, но они все были, как сказать, 40-й, первый в «Авангарде» мне просто дали, потому что я других номеров не был, и мне сказали, там, есть вот этот номер, там, либо вот этот номер. То есть, там, выбор там невелик был, поэтому я взял, там, без фамилии, без ничего, просто майку и с ней там играл, бегал. Потом уже, когда там попал в команду, уже, как бы, ну, почему нет номера, номер, как бы я под ним играю, все меня под ним знают, а я уже начал его убрать. Уехал в Америку, у меня тоже так же ситуация идентичная, я пришел, мне сказали, ну, 40-го нет, у нас другой уже парень играет по 40-м, вот тебе на выбор, там, три номера. Ну, выбрал, не знаю, там, который, там, более-менее, там, подходил под нападающего, что ли, там, как сказать. Потом меня обменяли, был 15-й, потому что там тоже мне его дали, потому что посчитали, что вроде как я под 51-м всегда играю, там, давай 15-й, потому что 51-й занят, давай поменяем просто цифры, там, ну, вроде как нормально. Вернулся уже тоже, я брал 21-й, сам уже брал номер, то есть в СКА я там его там намеренно взял 21-й, потому что я играл на нем на молодежном чемпионате. И все. В СКА 21-й тоже получился, был свободный. Здесь Олег Явенко, возможно, если бы он был свободен, я бы сейчас был под 21-м номером. Не знаю. Ну, в общем, очень хитро так все. Ну, как-то это не, нет такого, что это нумерология, там, я какие-то там подбираю, там. Встречения обстоятельств больше. Да, это больше как чисто есть номера какие-то, которых я играл там в течение карьеры. Я их выбираю, если они свободны. Сергей, наши уважаемые телезрители, уверен, подавляющее большинство, кто нас будет смотреть и смотрит прямо сейчас, пожелаю тебе удачи, так же, как и удачи команды в этом 13-м очень непредсказуемом и непростом сезоне. Во-первых, каких целей хочешь достичь именно ты с командой в этом сезоне? И что хочешь пожелать в ответ нашим уважаемым любителям хоккея, которые прекрасно знают этот вид спорта, так уж повелось в нашем регионе? Цель команды – забраться как можно выше и в турнирные таблицы, и в плей-офф, и показать там лучшую игру. Команда строится, и у нас очень большой потенциал у команды, поэтому, надеюсь, все будет хорошо, будем стараться выигрывать каждую игру. А болельщикам просто хочу пожелать красивой, зрелищной игры, побольше забитых голов. Поддерживайте нас, приходите, нам ваша поддержка очень цена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!